вообще капец вот если муравьев просто пососать вот какие монеты в чемпионату мир 2018 где их приобретать будем узнавать включил камеру проверить завтра на выезд а флешка вот подвела то видео с федором два файла показали ошибку просмотрим еще ее в отсечку он с водюхой там договариваемся мазафака чёрт я опять же сказал чушь какую-то какие фака маза ой блин исправляться надо срочно самый бедный человек это не тот у кого нет дома семьи денег в кармане а тот у кого нет мечты и счастье а я евгений кузин я вернулся здравия вам други и подписчики нашего канала мы с вадимом собрались выехать дождливый конкретный день долго думали хотели вчера в ночь но дождик зарядил конкретно удочки брать не стали едем пожарить продегустировать миска и посмотрим как пошли ли грибы а то у многих смотрю на фотографиях начали выкладывать и беленькие и грузди и подберез гвид но сейчас я думаю что такое время она плодотворно для жуков червей они могут быть червивы лисички еще рановато они больше любят когда после таких холодов идет тепло лисичках не бывает ни червей ничего потому что там они содержат химонозу от которых все жуки и червяки просто помирают лисички это смелые грибы но сейчас не об этом едем короче дегустировать и отдыхать погнали заводи мотор едем опять долги не на где мы уже бывали один раз вы видели наверное видео куриная жопа в чесноке сегодня будут свиные ребрышки ой сашлыка свиной грудинки уже покупной готовый соус взяли но сейчас все приедем покажем пристегиваемся погнали водил приехали в долги не туда же где мы и были вон там стол все фигня пошли пописать нашли два грибка знаете как их определять нужно лизнуть ну сможешь съесть я чё потом повезут наш не есть я да похож по ножке похож на подберезовика но мне кажется это какое-то дерьмо нет только так разведаем сейчас если тут грибы или нет то посмотрите сколько щавля я вот люблю щавель с солью класс вот такой лайк фак короче мангал был мокрый на что-то того раза мы на днище постелили остатки остатки мангала ой остатки и сейчас сюда будем засыпать на квадюша много не будем дай неркать весь усыпать чет все нормально и сейчас будем разжигать мясо как говорится не поваляешься не съешь но так зато интереснее это каждый раз мы приобретаем новый опыт что делать если пробил дно в мангала вот еще один лайфхак прям лайфхак за лайфхаками сегодня да ладно все-таки лучки ручки вымыты вадим налил на налил этой даже жижки мы запасли у нас того раза много чего осталось но дождик уже начинает слегка моросить грозу ладно какая сейчас гроза уже поставили стол жидкости давай еще блин ладно дождь сейчас я вам тут покажу что у нас будет по меню сегодня гардероб закрой потом конечно у нас сегодня будут жареные семечки фирмы сика правильно да сика для дегустацию соус майонезный для мяса и птицы астория сливочно-чесночный дождик до пить будем меринду вот 225 литра выгодные предложения цены вам ни к чему досидеть лаваш армянский мягкий и взяли еще лаваш кавказский мясо у нас будет вот такое это шашлык из свиной грудинки мы после стрельб такой пробовали в развес нам кажется что тот же самый просто упакованный ведро ладно дождик не переключайтесь этого озерцо ну муросит конечно будем потихоньку располагаться вот мы жарим шашлык короче едим семечки вот взяли меринду а воды нету я говорил семечку съел внутри все сохлось осушил и правило ветер дует откуда-то это правило бушкрафта осушил араши она дождей сюда смотри костер ты допустим развел ты осушил землю как костер тушить надо спасать как из древней давить делали осушил араши правило бушкрафта всем занимаюсь я здесь снимаю главное попросить угли мы еще подсыпали суда жар хороший покрылись сединой это знак что не должны гореть мясо пахнет пахнет отлично луком я попробую лук ну ничего мы тогда на стрельбах такой готовили нам понравился был три килограмма мы не осилили сегодня планируем на две партии осилить вадим скажи пожалуйста как ты думаешь если мы бы взяли свойскую свинину да они маринованные мы вкуснее бы сделать маринад да я думаю наверно да кстати ведро можно не выкинуть он получит бушкрафтерской до их оставишь его себе ведерок очень отличный да помыть помыть побрить и спать уложить лишь проще чем с курицей вышла дай ой какой запах уже пошел главное помыть руки и попить меринду приторно жарится скворится как все вкусно страна корочка у нас горел ночи ерунда они уже подтирает стол сейчас пойдем за лавашом давай форсировать сервировать пока поставили вот так стол один как тарелок у нас нету мы пушкрафтеры разложили так лаваш армянский оставили а тем будем закусу сейчас поставим вторую камеру а вот здесь сейчас будет наш фотка вторую партию первую нас уже лучок остался с маринадом вот она красивая какая тут была так что сейчас будем дегустировать так будем дегустировать не вилок у нас ложек нет я сейчас просто попробую быстренько она уже все идет тут все просто я подержать покажем какой у нас в разрезе ладно в откусе в отсечке блин кстати вкусный текут слюнки нет майонез вот сливочный чесночный соус прям язык можно проглотить да вадим ты че я уже проглотил вот пока не забыл хотел сказать пару слов о этом майонезном соусе вот тебе он как скажи вот чесноку нравится мне он если честно не очень ну были соусы по я не знаю ну получим и на вторая партия жарится ветер поднялся вы перевернуть это палки на джерут спасибо я вижу ну уж теперь все будем дальше пробовать кусочку съели они уж по второму но как говорится съемка требует жертв да 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 хорошо сказал приятного аппетита держаться я перед этой красотой природы . прошла стороной и вот проявляется какое красивое небо шашлычок у нас тут томится периодически подгорает то что тут занимаемся не пойми чем ну собственно как всегда майонезный соус мне так и не понравился меринда заходит уже хорошо лук вот оставил для маринада чё-то не по душе пришелся кусочки раз через раз один съел прям жир жир сплошной и натуральный а потом попался прям слой жира и мясо прям тает на зубах и на губах дорогие товарищи я вот сейчас беру ножик не знаю видно тут вот кусочек и хочу показать вам на разрезе видите жир кость миску на кусок на крафтерская водюх жарит партию первую съели объелся решил пройтись чуть-чуть утрясти и уже горячень кому обернуться вот места это замурмина село долги не на вот смотрите вот какие я не знаю кто знает я первый раз просто на них наткнулся такие вот цветочки им прям вот все усеяны по дороге мы ехали но может быть напишите в комментариях подскажите или я может там где увижу не знаю тропинка зарослый вот такой просто здесь вид грибов здесь нет грибы надо это в ту сторону сейчас потом сходим прогуляемся посмотрим а то на фото на видео полно это выкладывают очень вдоль посадки пройду мокрым он краса все кроссовки он намокли но все равно мы же походники ну не походники а эти маленьких березняках можно смотреть погодка вроде не подводит кстати очень даже неплохо все цветы бабочки комаров нету что не может не радовать ну ладно будет что интересное я покажу пойду сейчас пройдусь по чащобе сняли сосны положили опять его готовы уже все ведерко сейчас пойдем в лес искать проведать грибки смеются я говорю нашел говорушки это поганки вот сегодня еще такой конкурс что думает какие-то грибы вы мне отвечаете я не знаю мне кажется говорушки они говорят поганки на вкус как говорушки хотя говорушки не пробовал а так красиво нашел волнушку какой это гриб как вы думаете вот волнушка что сказать ребята в лесу я попробовал почти все грибы какие нашел решил позагорать на дереве здесь открывается красивейший вид с синими красными грибами поэтами травами я залез залез на как слазить а если я прыгну ничего мне не будет будет лучше ползать нет я пушка хотя там я бы не просто отталкнулся вот ребят мне 40 лет почти и вот нашел еще мне кашу это опять опенок ну еще это нет я знаю что свинушка какая-то поганка где была трофейная бутылка нашел какую ямку если туда сунуть палец они будут меня грызть это муравьиные яйца смотри сколько тут яиц вон муравьиные прикинь вот вот это их яйца офигеть ладно я не буду их тревожить закрою обратно все таки природу нельзя нарушать вот пусть живут дальше вот не знаю как видно через траву отсвечивает извиняюсь но вот кто разбирается это же вот опята вот так кучками растут мне кажется что опята я в этих краях что-то путаюсь пока с грибами я же только начал это грибное дело изучать очень полезные грибы в них больше 80 процентов воды а белка больше в белых их можно есть сырыми белые грибы также как и шампиньоны не очень многие можно бушить о красота какая а вот не знаю может ветер там шумит вот сыроежки сырыми есть нельзя сыроежки это от того что они любят сырость это они едят сырость они мы их вот какая красивая береза а тут тоже походу какой-то водоем раз мы посмотрим вот это чьё какой кабан это корень он думает кабани говно сослепут а дальше полянки ветер правда шумит но принципе места конечно не сравняться с нашими раздольями но тоже очень красиво люблю вообще как ягель вадим спрашивать чё это за зверь а мох это такой мох которым лосят ой лечат этих арга этих как их сабджоев сабджои это такие олени вуй и не кис и венков и прочих сибирских там народов извините если чё-то путаюсь на что-то головой не все в порядке ну да да я ладно но зато красиво вон вадим там тебя можно сфоткать это будет очень красиво она и пониже то на него ляжешь сейчас в деревянном говне практически уже спец тетерев или глухарь вот она вам говно видишь вот смотрите это говно тетерева глухаря не жадной масти фарту масти а у е вот вадим живую с почином как тебе я не знаю что за тетерев в интернет набери говно тетерева ты сюда говно кабаната понял вот так не забываем ставить говно кто любит говно я знаю кто но я промолчу пока что не буду открывать карты не хочет поживиться кислотой и крупный муравейник берем палку блин землей на фиг с ним ничего не бушкрафтеры засовываем туда или даже вот так чуть-чуть кладем они с ее обоссуд своей муравьи на кислотой это не так типа атакуют а потом берем блин муравьев и облизываем вообще капец вот если муравьев просто пососать в рот вообще не прям такие кислые но их жалко они такие трудоемкие вон они майского жука короче вообще зажучили блин жаль я не могу на это смотреть я против такого насильно это природа это да чё вылази вот он майский жучок мне кажется он помер я его таким нашел на р личинки отложил и решил умереть оставлю его в объятиях чистого ветра надышаться можно только ветра вот и удержался решил снять сейчас попасть постараюсь чтобы не тряс не трясло но блин вот камера будет меня получится когда скоро не знаю когда буду ставить прямо на штатив это же виды красивые делать всяких таких вот мест блин класс а вон кстати по дороге и встретил еще одного этого майского жука они умирать начали все значит голавль скоро перестанет ловиться мой друг ёж привет ёж да и ладно ты чё мы с тобой друзья ты бушкрафтер блин такой он классный во всем прям мягкие такие у него лапки были я вообще люблю зверей ёж но ты покажись хоть да зачем его он пусть чтобы не нарушать его покой но он просто сидит вообще он очень классный он очень классный у него здесь наверное дом давай ёжик пока нюхает вон раз-раз ладно вот класс ёжик да понравится он ну-ка вадим сфотки с ежом ладно я сам себя где они на поле мышей ловит я всех котов там передушил сфоткал видно ёжика ну вот еще по дороге майский жук его мандруют эти муравьи а все ну да все они мертвы за допустим сейчас по поведут в лохова к себе есть будут вот еще майский муравей не жук так что все вот они потихоньку тащат вон это видишь видишь мы идем по тропе муравьё все пока не забыл вот я не вам пока не забыл кто не помнит все виды всяких живописных мест в группе вконтакте ссылки все под описанием в описании и еще в группе теперь вконтакте будет выходить телепрограмма как бы это назвать то канала программа с расписанием выхода новых видео там вплоть до недели когда и больше так что не забывайте вступайте и рассказывайте вашим друзьям чтобы они были в курсе всех наших приключений и рязанских живописных мест ну и не только мы собираемся в карелии отойти тут новая жертва муравьев это 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 гусеница или человеческая многоножка нет она уже почти разъедена вся разваливается нахулялись пробуем шашлык он чуть уже подостывший но попробуем на вкус это уже второй а еще тепленький вуа лайфхак чтобы руки не пачкать берем вы ешьте вы че на меня так смотрите они на меня смотрят я вам скажу как будто я этот это болезнь брежда так вкусно вы че не едите теплый теплый очень вкусно ребята правда правда но в пакете все есть ты меня все время смешить в общем все хорошо мы доели вторую партию я отдыхаю на лайф вытянул постели протянул ножки курочку собой косточки собачки все за собой он убрали в пакеты собрали погодка хороший шел дождь но мы не унывали всем пока друзья все будет хорошо завтра я поеду ловить карп до новых встреч